На протяжении почти двух недель Русское обещание рассказывало о проекте освещения памятника свободы, на который собирают пожертвования. Главный монумент страны мы показали со всех сторон, рассказали о людях, которые стоят за этой инициативой, и о том, как памятник будет выглядеть после реализации проекта. В заключительной серии о том, кто памятник стережет. Время 9.50 утра. У подножья памятника свободы лишь напоминание о недавно отпразднованном дне рождения страны и уже первые маленькие экскурсанты. И вот, чтобы уже ровно в 10 заступить на дежурство, у так называемого поста номер один появляются солдаты роты почетного караула. Есть и пост номер два, президентский замок. Эта традиция уходит корнями еще к Первой республике. Первый почетный караул был выставлен здесь в момент открытия памятника 18 ноября 1935 года. Но советская власть караул сняла. И лишь вскоре после восстановления независимости 11 ноября 1992 года ритуал восстановили. Каждый день с 10 утра до 16 часов вечера караул на посту. Ежедневно работают три смены. То есть каждая пара у памятника дежурит два раза по часу. Смена караула в начале каждого часа. Между этим, примерно на 25-й минуте дежурства, солдаты патрулируют площадь у памятника. Сейчас как раз происходит патруль. Его продолжительность 10 минут. В одну и в другую сторону, до пограничных линий памятника. В одну и в другую сторону определенное количество шагов. И где центр, они знают. Когда постоянно это делаешь, знаешь, сколько нужно пройти в течение 10 минут. И когда вернуться на пост. Командир роты почетного караула говорит так, стражи отдыхают, разминают ноги. Устоять на месте целый час не так просто. И нередко по окончанию смены у солдат лишь одно желание, как следует размяться. Это очень утомительно. Устоять на месте в одной позиции. И в течение определенного периода времени это оставляет последствия для здоровья. Поэтому очень важно быть здоровым, приходя на такую службу. Физически выносливым и с желанием это делать. От минус 10 градусов зимой до плюс 25 летом. Караул на посту. Конечно, и при сильном холодном ветре или в ливень стражи также пост покидают. В остальном же служба есть служба. И порой назойливые гражданские куда хуже погоды. Почетный караул всегда вызывает повышенный интерес у туристов. Солдатами пытаются сфотографироваться, поговорить и даже порой обнять. Говорят, иногда даже еду приносят. Конечно, все это лишнее. Сфотографироваться действительно можно, но желательно очень близко не подходить. Дистанции в один метр вполне достаточно. В противном случае, вон там есть охранник, он объяснит, что можно и что нельзя. Солдаты почетного караула его ответственность. Совсем как дети. Говорит, нередко желающих обнять караул по-братски, приходится отгонять силой. А бывало, проходящие мимо девушки что-то бросали в карман кителя. Позже выяснялось номер телефона. Охранник также работает по сменам. По полдня. Сколько раз возлагал цветы у этого памятника бывший командир латвийской армии, генерал Раймондс Граубе, говорил, уже не вспомнит. Но без почетного караула этот монумент себе не представляет. Мы охраняем свой символ, как любое подразделение, свое знамя. Это дань уважения значимости памятника, свободе, отчизне. Для генерала, впрочем, как и для любого другого военного, существует и другая традиция, которая даже в военном уставе прописана. Проходя мимо памятника, его поприветствовать. Ну а в 11 часов у памятника первая смена караула. Кстати, самые внимательные заметят, что с сентября этого года в руках солдат совсем иные винтовки. На смену современных М-16 пришли оригинальные Ли Энфилд. С такими же караул нес службу здесь до 40-го года. Уже обойдя памятник, караул снимает с них штыки. После чего уезжает отдыхать до следующей смены. Пока за памятником присматривают их коллеги. Сергей Герасимов, Кришьяни Слэйт из Латвии, Ска, Телевидение. Пожертвовать на освещение памятника свободы можно по телефону 967-006. Стоимость звонка 1 евро 42 цента. Или с помощью портала Zedot.lv. Более подробная информация о других возможностях оказать поддержку на домашней странице фонда brevibaspeminek.lv.